В серьёзной аварии с участием микроавтобуса и малолитражки в районе фанзавода пострадали два человека. Одна из машин ещё и снесла столб линии электропередач, и в результате микрорайон на несколько часов остался без света. Хозяйка Дайхатсу Юйрви вместе с мужем и дочерью возвращались домой с Шамары. Им оставалось проехать один перекрёсток, но именно здесь с ними и произошло ДТП. Водительница малолитражки притормозила перед ним, чтобы убедиться в отсутствии на дороге другого транспорта. Проезду ничего не мешало, но стоило женщине двинуться вперёд, как со стороны улицы Фанерной ей навстречу выехал водитель Ниссан Сирены. В следующий момент произошло лобовое столкновение. Удар был такой силы, что Юйрви отскочил назад на 20 метров и его развернуло поперёк проезжей части. В то же время Ниссан после удара отлетел и врезался в придорожный столб. Сколько человек было в машине? В машине я, муж и ребёнок. Ребёнок на заднем сидении, за водительским местом и муж рядом. И когда мы подъехали сюда, мы выдвинулись чуть-чуть, чуть-чуть вперёд. И вот этот товарищ полетел так, что стукнуло, отнесло, нас развернуло, сюда откинуло. Ну а он в столб въехал. Владелец Ниссана был уверен в своей правоте и настаивал на том, что рулевая малолитражка должна была уступить ему дорогу. При этом очевидцы встали на сторону пострадавших и заверили, что Сирена двигалась по жилому микрорайону с нарушением скоростного режима. Получается, ДТП произошло на перекрёстке. Данный перекрёсток не регулируется никакими знаками. То есть, вероятнее всего, здесь всё будет обходиться помехой справа и признают виновным автобусом. Вот, повреждения машин довольно-таки серьёзные. То есть, страховых выплат не хватит в любом случае. Когда машины покинут место ДТП на эвакуаторе, помимо машин пострадал столб электросетей, произошёл обрыв проводов, ну, провода после чего обесточили. То есть, всё будет уже решаться через суд непосредственно с водителя автобуса. Инспекторы ГАИ после изучения всех обстоятельств ДТП признали вину водителя Ниссан Сирены. Стоит отметить, что рулевой микроавтобус-соуроженец Узбекистана по дорогам России он ездит, имея на руках права, выданные у себя на родине.